Всем привет дорогие новички мира Варспир! С вами Резистер и в этом видео я покажу как полностью пройти квест Акведуки Нарланта. Эта информация станет полезна именно новичкам, потому как опытные игроки знают, что этот квест можно пройти двумя способами, а также то, что при полном прохождении этого квеста можно получить дополнительные награды. Итак, приступим. Берем квест и начинаем прыгать по порталам, пока не попадем в локацию с НПЦ Мастером Вьезом. Этот НПЦ предложит нам сразу закончить задание или же выполнить несколько его поручений, суть которых заключается в убийстве мобов за отведенное время. После того, как вы нажмете выгнать монстра на дальнюю площадку, нужно как можно скорее к нему добраться и убить, а затем забрать квестовый предмет Кристалл Фильтр, который является пропуском к следующему подквесту. Вернувшись к Вьезу, жмем отправиться к следующему механику и отрегенившись, если нужно, выгоняем следующего монстра. На этот раз это Виверна. Кстати, квестовые мобы появляются всегда в одних и тех же местах, так что посмотрев это видео, вы точно не ошибетесь. Главное не забывайте, что у вас всего около 30 секунд на убийство моба, и если вы не успеете, то моб просто исчезнет, и вы не сможете выполнить задание до конца. Хотя, если вам позволит совесть, вы можете подождать, пока кто-то другой придет выполнять этот квест и вызовет моба. Вы же его убьете и получите пропуск дальше, лишив при этом беднягу ни с чем. Меня таким образом обрадовали всего один раз, и с тех пор я всегда проверяю, один ли я на локации, перед тем, как вызывать моба, чего и вам советую. Хотя тогда времена были другие, и проходя таким образом квест, можно было получать шмот 13 левела чуть ли не с каждого квестового моба, и неплохо на этом зарабатывать. А сейчас шанс очень сильно порезали, и желающих проходить этот квест стало намного меньше. Как видите, вместо экипировки падают всякие свитки и зелья, но все же это ведь лучше, чем ничего. Свитки и зелья можно по окончанию квеста выгодно продать НПЦ торговцу, и заработать на этом пару сотен голды, которые уж точно пригодятся новичку. Плюс, всегда есть шанс, пусть и небольшой, на то, что вместо зелий и свитков, выпадет, например, какое-нибудь колечко. Вообще, само собой разумеется, проходить этот квест проще всего хилом, а вот не лечущим классом, особенно если вы только взяли 14 уровень, а экипип у вас далеко не самый топовый, следует запастись банками. Потому как мобы бьют не слабо. Итак, ребята, как видите, я забрал последний кристалл фильтр, и мне осталось только вернуться к мастеру Виазу, взять у него схему водоводов и отдать ее Фавию. В Зенет Хафе. Ну а далее получаем долгожданную рандомную хрень, и продаем это все в магазин. Ну что ж, друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным, и я буду очень благодарен, если вы поддержите меня лайками и подпишитесь на мой канал. Спасибо за просмотр, с вами был Резистер, до новых встреч. Резистер, до новых встреч.